Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 1, урок 17. А. Расстояние между Москвой и Ярославлем равно 240 километров. Автобус проходит это расстояние за 4 часа, а поезд за 3 часа. На сколько километров в час скорость поезда больше скорости автобуса? Заполним таблицу. Итак, про автобус мы знаем, что расстояние, пройденное им, равно 240 километров. И время, за которое он проходит это расстояние, равно 4 часа. Чтобы узнать, какова скорость автобуса, мы должны расстояние разделить на время. Она будет равна 60 километров в час. А теперь узнаем, какова скорость поезда. Если он это же расстояние проходит за 3 часа. 240 разделим на 3. Получим 80. Чтобы узнать, на сколько километров в час скорость поезда больше скорости автобуса, мы должны от 80 отнять 60. Узнаем, что скорость поезда на 20 километров в час больше, чем скорость автобуса. Задача Б. У Димы в копилке 240 рублей. Он может купить на них 3 книги по одной цене или 4 одинаковых альбома. Наша задача узнать, насколько альбом дешевле книги. Итак, у Димы есть 240 рублей. Он покупает 3 книги. Следовательно, цена одной книги 80 рублей. Стоимость разделили на количество. Узнали цену. 80 рублей стоит одна книга. А теперь узнаем, сколько стоит один альбом. 240 разделим на 4, так как альбома было 4, и узнаем, что цена одного альбома 60 рублей. Чтобы узнать, на сколько альбом дешевле книги, мы должны от 80 отнять 60. Ответ. На 20 рублей альбом дешевле книги. Задача В. Токарь вытачивает 240 деталей за 3 дня. А его ученик за 4 дня. Насколько? Производительность токаря выше производительности ученика. Заполним таблицу. Токарь вытачивает 240 деталей за 3 дня. Следовательно, за один день он вытачивает 240 деленное на 3. Это 80 деталей. Токарь – это мастер. Ученик же это же количество деталей вытачивает за 4 дня. И производительность его уже меньше. Всего лишь 60 деталей в день. 240 разделили на 4. И узнали, что производительность ученика – 60 деталей. Чтобы узнать, на сколько производительность токаря выше производительности ученика, мы должны от 80 отнять 60. Мы получим 20. На 20 деталей в день производительность токаря выше производительности ученика. Задача номер Г. Бассейн, объем которого 240 кубических метров, наполняется одной трубой за 3 часа, а второй трубой за 4 часа. Насколько скорость наполнения бассейна первой трубой больше скорости наполнения второй трубой? Заполним таблицу. 240 разделим на 3. И узнаем, что скорость наполнения первой трубой равна 80 кубов в час. А скорость наполнения второй трубой – 60 кубов в час. Так как 240 разделить на 4 будет 60. Чтобы найти разницу, мы должны от 80 отнять 60. И мы узнаем, что на 20 метров кубических скорость наполнения второй трубы больше. Что ты замечаешь в этих задачах? То, что у них одинаковые ответы. В первой, второй, третьей и четвертой задачи стоял один и тот же вопрос с одними и теми же данными, только при разные значения были. В одной задаче мы находили расстояние, во второй задаче мы находили цену, в третьей задаче производительность, в четвертой – скорость. Но все они решались одинаково. Поэтому придумать еще какую-нибудь задачу для вас не составит труда. В этих задачах одинаковые данные. И одинаковые ответы. И одинаковые решения. Только разные условия. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.